Добрый день! Сдаем очередной объект застройщика. Давайте сейчас покажем немножко как и с чего сделана котельная. Котел стоит протерм, двухконтурный. Первый этаж весь из теплого пола, вообще без радиаторов. На втором этаже в санузле теплый пол и радиаторы в остальных комнатах. Смотрите, трубу для теплого пола используем перт, полиэтиленовую. Она предназначена для низких температур, то есть если до 60 градусов вы используете эту трубу, ничего с ней страшного не произойдет. А по цене она гораздо дешевле, чем металлопластик. Смотрите, как делаем обвязку котла и вообще радиаторов теплого пола. На котле мы не знаем никаких краников, ничего. Просто идут американки к котлу, их если что скидывайте, котел снимается. Дальше трубы подводим в коллекторный шкаф. И уже в коллекторном шкафу у вас все стоят краны для удобного обслуживания. Здесь много места, здесь оно все на своем месте стоит, вместе с того, чтобы ее там допустим под котлом как-то опускать. Это некрасиво, какие-то краники у вас стоят там, не дай бог, что-то где-то потеки там появляются. Поэтому делаем шкафу. На теплый пол мы не берем никаких там готовых сборок. Мы делаем сами систему. Ставим трехходовые с температурным режимом 20-43. Чтобы комфортно было для теплого пола, для сожжения. Здесь ставим краники, коллектора, как бы все подключаем. Вот так вот аккуратненько, потом шкафчик закрывается и все. У вас, считай, этого ничего нет. Когда надо, вы открыли и все у вас в хорошем доступе. Все у вас нормально. Обязательно, конечно, естественно, ставим на входе в котел от системы отопления. Грязелик и на водички холодные, когда она входит в котел, ставим грязелик. Еще раз хочу сказать, что трехходовый ставим 20-43 градуса. Здесь вот так вот он термостатически регулируется. Но это уже по факту потом в итоге, как вам комфортно, так и выставляете. Сталкс хороший, трехходовый, отличный, нравится мне. И, кстати, у него проход очень неплохой. То есть, так называемый ГВС, если недорогие, или есть другие фирмы, у которых там всего лишь 1,6 проход. У этого именно, трехходового, 2,5, то есть, насос будет работать на первой скорости и все будет прекрасно. Все будет работать и вы экономите там в электричестве в постоянном. Ну и система особо напрягаться не будет. Контура теплого пола делает максимум 70 метров. Лучше даже еще, если честно, меньше, потому что чем меньше у вас контур, тем равномернее у вас прогревается теплый пол. И тем меньше надо насосу силы, чтобы толкать воду по трубе. Для второго этажа у нас идет просто с этого же коллектора на теплый пол самузла. Ничего в этом страшного нет. Кто-то там рассказывает, что надо наверху там автовоздушник какой-то ставить, или там какую-то систему для него, коллектор там. Ничего не надо. Один-два контура смело можно кидать на второй этаж. Просто при запуске там бывает такое, что надо будет трубку снять, воздух весь спустить и обратно ее подсоединить с теплого пола. И все ли он будет у вас работать постоянно? Все так же прекрасно. Никаких без всяких премудростей, без всяких там автовоздушников, каких-то лючков, там и всех прочих дребедней. Ну как-то так вот. Про котельную я рассказал. Это недорогая котельная. Это для застройщика на продажу. Но самое интересное, что она абсолютно рабочая. То есть все будет нормально функционировать. Нету никаких лишних, ну нету излишних больших, то что там туда какие-то деньги засунули, тут за какую-то левую красоту засунули. Все красиво, все аккуратненько, все ровненько. И все недорого стоит. И все качественно. То есть все, оно 100% будет работать. И будет работать долго и непринужденно. Делаем из полипропилена отопление. Еще раз скажу, я не боюсь этого делать. Вот в моем видео есть, где мы разрезали трубу, которая 20 лет простояла на отоплении из полипропилена. Все отлично работало, она не потресканная, ничего с ней не произошло. Поэтому те, кто говорят, что надо только на металлопластике или шипном полиэтилене, на полипропилене не вздумайте. Все это враги, все это нечестно, все это неправда. На полипропилене все отлично работает. Никаких у него там резинок нет в соединениях, как в металлопластике, допустим. Ничего у вас там с ним не будет. А прессовали хорошенечко, там 6 атмосфер дали. И все у вас будет гарантировано, что потом будет дальше работать. Конечно, если вы ничего не дали, никакого давления запустили, и через год, через два бывает, да, говорят, у меня потекло. Так вы сразу дайте нормальное давление, проверьте, и потом не переживайте, что у вас где-то что-то потекло. Ну, в общем, как-то так. Спасибо большое за просмотр. Ждите новых видео.